друзья я набираю группу на класс в феврале месяце с 8 по 11 февраля на академичке условия все написаны на сайте заходите на сайт присылайте мне заявки я добавлю вас в группу я готовлюсь к персональной выставке который пройдет в нижнем новгороде 16 ноября 18 30 открытие в галерее луна подробности на сайте заходите и приезжайте на открытие в моей онлайн школе живописи проходит сейчас акция 6 дней до конца до завершения вы можете приобрести базовые уроки со скидка в 50 процентов заходите на сайт радимир израиль слав а почему ты не пишешь пейзажи акварелью но пишу иногда твоя акварель ничуть не уступает маслу хотелось бы посмотреть твои аква пейзажи на полинэре ну немного есть просто возможностей у масла для меня лично больше и я нахожу в этом больше интерес возможности же больше спасибо вам за добрые слова в конце концов я беру с собой акварель когда еду даже сейчас ездил в поездку длинную и у меня всегда была с собой акварель выпадает какая-то минутка я пишу но мне интересны персонажи лица людей характеры и пишу акварелью ну как-то особенно что ли наверное это не похоже на такой традиционный акварельный стиль такой спокойный у меня все довольно таки энергично но спасибо буду стараться по мере возможности писать акварелью анна майер насчет расфокусировки как видеть пятнами я придумала такой фокус сделайте фото пейзажи который хотите писать откройте в телефоне затем кладите мобильник на пол и смотрите сверху стоя на эту маленькую картинку ну или там подальше да просто главное чтобы она была маленькой на вытянутой руке вот так уверяю вас что детали там вы не увидите а если маленький совсем телефончик экранчик так можно так близко смотреть зато пятна будут красивыми да вы абсолютно правы анна у меня такой опыт например закончила работу сфотографировал хочешь выложить в интернет да ну и пока там photoshop загружаешь есть иконка маленькой ты на иконке маленькой совсем видишь ошибки так и опять начинаешь исправлять то есть маленький размер вы абсолютно правы дает такую вот информацию по пятну как она вот собрана или не собранный гармонично или интересно или не интересно гармонично или нет поэтому давайте пользоваться ноу-хау от анны майер наталья рабинович как избежать декоративности в картине вот мне странно что ее нужно избегать к ней очень многие стремились а вам нужно избегать да ну избегайте прямым таким попаданием как видите так и пишите без всяких придумок не нам ничего выдумывать тогда если хотите избежать а если кто-то хочет наоборот усилить декоративность то тут нужно поразмыслить это же включить какую-то фантазийность но вспомните там я не знаю но фернан лежи контур жесткий локальные пятна вспомните масть матиса я бы работы ван гога некоторые назвал декоративными ну а почему нет кто-то может с этим не согласиться не проблема я хочу просто подчеркнуть что декоративность присуща очень многим знаменитым художником и они различаются в стилях эти декоративности так что новую декоративность придумать довольно таки сложно уже все все дороги изъезжены и тем не менее песни же новые придумываются всего 7 нот они постоянно тусуются чуть-чуть туда чуть сюда и все время новые ритмы разные значит в живописи то же самое красок тоже всего три ну и остальные разновидности от 3 там синяя желтая там и пурпурная да плюс белила конечно но все держится на этих нюансах избежать декоративности значит писать прямо буквально как вы видите и в этом искать какой-то какие-то ходы но не декоративные а вот тут практически реалистическая школа такая традиционная живописи где все очень понятно строго наталья рабинович опять вы часто отправляйте к черно-белому снимку на что обращать внимание при этом в чем подсказка такого снимка в том чтобы определить тон тональность тональность это светлота вы например вот вот эту картинку в черно-белый переводите вы легко увидите легче увидите что вся рубашка темнее чем из на окно вот на черно-белом это будет прям ясно видно бы сразу на черно-белого в виде самое светлое пятно потом середину и самое темное пятно так что обращать внимание на светлоту пятен один и риска как к вам попасть на мастер-класс вот тебе раз 23 год на дворе сайт есть и там информация о классах заходите на сайт смело нажимайте кнопку 3w короленко фарт вот здесь написано или вот сейчас где-то тут появится вот это вот плашка прямо на нее тыкайте попадаете на сайт и там уже будет информация о предстоящем классе который будет феврале академичка там скоро появится информация о классе в апреле в швейцарии и скоро появится информация о классе в провансе в конце июня готовится программа если какие-то сложности с попаданием на сайт напишите мне на ватсап и мы по-честному с вами там спишемся и добавимся куда-нибудь вероника а не люблю вести соцсети в живую на выставках и в галереях мои картины продаются достаточно хорошо а через интернет глухо во вторых просто не люблю слишком открываться то есть тогда немножко на так вот весь вопрос читать закрытость как это сейчас требуется приведение блога немножко сжаться вот так и читать да и все это забирает у меня много времени и энергии которые я лучше выделю написанию картин а картина это же распахнутость вы же себя опять обнажаете если пишете что-то или черный черный квадрат это тоже кстати обнажение идеи поиски смыслов ну ладно дальше но без интернета сейчас тоже никак стоит ли перебарывать себя как вы находите этот баланс и второй вопрос давайте на первый то есть писать картины хочется показывать не хочется но мне кажется вы наговариваете на себя вероника вы же написали это письмо это же публичность ну написать письмо до которые будут сейчас все слышать это уже признак открытости то есть вы по крайней мере очень сильно вы распахнули свою душу написав такое письмо что вы закрыты в этот момент как только вы написали что я закрыты вы становитесь открытый парадокс но это так закрытость тут же в один момент исчезает появляется свобода но а что собственно мешает но написали вы я не знаю искреннюю картину я например в детстве любил петь но как-то стеснялся петь еще слова любовь это вообще невозможно было произнести морда красная сразу пунцовая но стыдно было мне потом немножко пообтесался углы так под причистили и нормально стало но вопрос времени мне кажется если вы пишете но пишите для чего чтобы показать же кому-то или так в кладовку складывать чтобы только выездно под паролем туда кодовый замок чтобы только вы смотрели на свое произведение не дай бог чтобы кто-то увидел но тогда и интернет не поможет кстати он очень сильно открывает ну мы с этим уже решили вы уже открылись так осталось просто показывать то что вы делаете начните с телеграма с нашего у нас там много товарищи все товарищество и вам сразу там скажут хорошие слова так введение блога требуется все такое но я знаю очень многих людей которые не ведут блог ну тот же бату ничего он не ведет он написал персоналка одно слово все и адрес и там много народу сразу никакого блога нет но иногда правда выкладывает работы но это же не блог все очень просто объявить где у вас выставка и народ стечется друзья прошу помощь зала вероники что на это сказать по поводу знать без интернета нельзя и ведение блога тоже про второй вопрос пока прочитаю а вы напишите что как-то помочь вероники надо пишу уже много лет но иногда бывает что смотрю на картину и не могу понять что мне в ней не нравится вроде пропорции тональности тогда соблюдены но что-то все равно не то день хожу смотрю второй вот неделя другая проходит сдаюсь и оставляю так бывает ли у вас так если да как справлять просто коньяк должен настояться зрелый становится напиток поставил в сторонку пусть постоит неделю-другую год-два-десять а потом посмотрим боже мой что такое лучше закрашиваю что-то пишу либо исправлю бывает так что бах два мазка и она сразу оживает но вот с этой же картины которые вот на задах также я месяц где-то меня носила приехал смотрю какие-то холодные тени у нее по светам и замазал все теплыми и все сложилось прямо в один я не знаю полчаса так что бывает до настояться должен продукт даже лимончелло раньше двух недель не надо пить но вы конечно знаете что там цедру лимона нужно резать килограмм примерно штук восемь хороших больших лимонов на литр спирта и на две недели будто хотели надо там в темное место правда очень много сахара по рецепту хотят я рассыпал половину того что заявлено и получилось вполне себе нормально не забывайте ставить закорючки крестики подписываться на канал ну и там сердечки все что нужно вот я завтра собираюсь вернуться к обширному материалу который накопился в поездках моих и буду вас знакомить с тем что там было обещал надо делать а сейчас посмотрите еще одно кино называется все понимаю но писать не могу вот вот у Продолжение следует...